2015 год. В этом году, когда международному сообществу пришлось справляться с колоссальными проблемами, Организация Объединенных Наций отметила 70-летие. Самое время снова обратиться к основополагающему документу Уставу ООН и создать новое видение будущего, в котором царят мир и достоинства, для всех и повсюду. В сентябре государства-члены объединились и приняли повестку до 2030 года, пообещав, что будут активно работать над преобразованиями. Они приняли 17 целей устойчивого развития. От всеобщего образования и гендерного равенства до эффективного управления и устойчивой энергетики. Главная задача заключается в том, чтобы в течение 15 лет положить конец бедности во всех ее формах. Мир продолжает растрачивать триллионы на бесполезные военные расходы. Как так получается, что на уничтожение людей и планеты деньги найти легче, чем на их защиту? Из-за нестабильности в Йемене, Сирии, Ливии, Южном Судане и многих других местах страдания людей достигли невероятных масштабов. По меньшей мере 60 миллионов человек покинули свои дома. Это самое большое число перемещенных лиц со времен Второй мировой войны. Группы фанатиков, такие как ИГИЛ или ДАИШ, терроризируют население Ближнего Востока и заставляют миллионы жителей спасаться бегством. Их пособники сеют ужас по всему миру. В Кении в результате нападения на университет Гориса погибли 147 студентов. За одну ночь в Париже жертвами терактов стали сотни людей. Некоторые из террористов не достигли совершеннолетия. В сентябре мировые лидеры собрались в ООН, чтобы объявить войну терроризму. Президент США Барак Обама. Я считаю, что для того, чтобы победить ИГИЛ, Сирии нужен новый лидер и представительное правительство, которое бы объединили народ Сирии в борьбе с террористическими группами. Президент России Владимир Путин с трибуны Генеральной Ассамблеи высказал иное видение. Считаем огромной ошибкой отказ от сотрудничества с сирийскими властями, правительственной армией, с теми, кто мужественно лицом к лицу сражается с террором. Надо, наконец, признать, что кроме правительственных войск президента Ассада, а также курдского ополчения в Сирии с исламским государством и другими террористическими организациями, реально никто не борется. В ноябре Совет Безопасности единогласно одобрил резолюцию с призывом принять все возможные меры в соответствии с уставом ООН для предотвращения и пресечения террористических актов. В Йемене действия повстанцев, воздушные бомбардировки и столкновения групп лояльных противоборствующим сторонам привели страну к гуманитарной катастрофе. В помощи нуждаются 80% населения. Когда мы с сестрами слышим стрельбу, нам становится страшно. Мы боимся умереть. Я не хочу войны. Я хочу мира. В декабре в ходе переговоров под эгидой ООН было объявлено о временном прекращении боевых действий. В ООН призвали стороны использовать эту передышку для того, чтобы начать политический процесс. В Ливии ООН способствовало заключению соглашения о создании правительства национального единства. Оно было подписано после напряженных многомесячных переговоров между соперничающими сторонами. Однако конфликт в стране продолжается. По Нигерии прокатилась волна террора. Здесь орудует группировка Бока-Харам, от действий которой за последние 6 лет погибло более 20 тысяч человек. 2,5 миллиона человек были вынуждены выехать из страны или стать внутренними переселенцами. В Центрально-Африканской республике более 500 малолетних бойцов сложили оружие и вернулись домой. Но насилие не прекратилось, что серьезно сказалось на политической ситуации в стране, а также помешало гуманитарным учреждениям вести свою деятельность. Мирные переговоры в Южном Судане. Несмотря на соглашение о мире, в ряде штатов продолжалось насилие, что потребовало еще одного раунда переговоров. Несмотря на то, что Бурунди избрали в Совет ООН по правам человека, июльские президентские выборы в самой стране вызвали серьезную критику. Поводом для этого послужили обвинения в нарушениях прав человека. Более 100 тысяч жителей Бурунди покинули страну. Многие из них нашли приют в Танзании и Руанде. В Западной Африке появились признаки улучшения ситуации. Благодаря коллективным усилиям местных властей, правительств и мирового сообщества. В штаб-квартире ООН был поднят флаг государственнаблюдателя Палестины. Заключено историческое соглашение о ядерной программе Ирана. Шесть супердержав договорились снять санкции с Ирана, если власти страны серьезно сократят масштабы своей ядерной программы и на две трети уменьшат количество используемых реакторов. Еще одно историческое событие произошло в ноябре в Мьянме. Там прошли выборы, в которых подавляющее число голосов набрала партия Аун Сан Суджи. В это время в Непале произошло разрушительное землетрясение силой 7,8 балла. Удар стихии стал проверкой на прочность для народа страны, для ООН и ее гуманитарных учреждений. Было необходимо доставить помощи товары первой необходимости в труднодоступные горные районы, предоставить местному населению временное жилье и средства с тем, чтобы люди могли начать восстанавливать свои дома и разрушенную инфраструктуру. В сентябре, во время своего исторического визита в ООН, Папа Римский Франциск призвал мировых лидеров взять на себя моральную ответственность за заботу о планете, человечестве и природе. Эксплуатация ресурсов и разрушение природы сопряжены с беспощадным угнетением малоимущих. Эгоистичная и безграничная жажда власти и материального достатка приводит к разграблению природных ресурсов, а в это время слабые и беззащитные влачат жалкое существование. Двухнедельные изматывающие переговоры на конференции ООН по изменению климата в Париже увенчались триумфом. Впервые в истории 195 государств приняли универсальное соглашение с целью затормозить эмиссии парниковых газов, укрепить меры по противостоянию климатическим изменениям и, сообща, предпринять необходимые действия. Все страны договорились не допустить повышения глобальной температуры больше, чем на 2 градуса Цельсия. Мир, озаренный голубым светом. Таким человечество запомнит 70-й день рождения ООН. В новом десятилетии организацию ждут новые задачи – ликвидация голода, поиск путей урегулирования конфликтов и борьба с изменением климата. Субтитры создавал DimaTorzok